МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В США произошли два новых случая стрельбы по людям. В Детройте неустановленный, пока злоумышленник открыл огонь по парикмахерской. А когда находившиеся там люди начали выбегать на улицу, стал стрелять по ним. Два человека погибли, еще восемь получили ранения. Мотивы стрельбы пока не установлены. В тот же день в столице США в Вашингтоне мужчина открыл огонь из пистолета по людям на автобусной остановке. В результате произошедшего четверо человек получили ранения. Все пострадавшие отправлены в больницы. Нападавший задержан, мотивы его действий также пока неизвестны. Масштабная серия взрывов прошла в столице Сирии, Дамаске и ряде городов страны. Все в местах большого скопления людей, на площадях, стадионах и в парках. Обстреляны также средняя школа и старинный христианский квартал. И даже штаб-квартира разведки в южном сирийском городе Сувейда. Сообщается, что погибли по меньшей мере восемь сотрудников службы безопасности. Более сорока человек ранено. СМИ сообщают, что за два года военного конфликта между сторонниками и противниками президента Башара Аль-Асада в Сирии погибло свыше ста тысяч человек. Спецназ штурмом взял здание греческого радио и телевидения и силой выдворил из помещения около 200 бывших сотрудников корпорации. Во время штурма произошли столкновения между протестующими и полицией. В результате два сотрудника компании и два представителя профсоюза были задержаны. Конфликт разгорелся после того, как правительство постановило в целях экономии средств закрыть государственную вещательную корпорацию и уволить всех ее сотрудников – 2600 человек. Несогласные с этим решением работники ЭРТ 11 июня самовольно заняли здание компании. Тысячи фанатов крупнейшего футбольного клуба Египта Аль-Ахли прошли маршем по центральным улицам Каира. Требования участников марша – освобождение 25 фанатов, задержанных полицией в ходе столкновений 13 октября в аэропорту Каира, где сторонники Аль-Ахли приветствовали возвращение клуба после его участия в финале Кубка Африки в Тунисе. В Египте существует давняя вражда между полицией и футбольными «Ультрас». Отношения особенно накалились после участия фанов в акциях протеста против экс-президента Косни Мубарака в 2011 году. На прошедших 6 ноября выборах президента Таджикистана победил действующий глава государства Эмамали Рахмон. По предварительным данным за его кандидатуру проголосовали 3 миллиона избирателей, что составило 83,6% от числа принявших участие в выборах. На высший государственный пост в Таджикистане претендовали 6 кандидатов, в том числе Эмамали Рахмон, возглавляющий государство почти 10 лет. На японской АЭС «Фукусима» все готово к извлечению отработанных ядерных стержней из бассейна в 4-м энергоблоке станции. Еще на прошлой неделе власти выдали разрешение на проведение операции. После этого сотрудники АЭС начали устанавливать на крыше энергоблока специальный подъемный кран. В общей сложности в 4-м энергоблоке сейчас находится 1533 стержня, больше, чем в любом из остальных реакторов АЭС. Торжественное прохождение воинской техники и подразделений, прошедшее в четверг в Москве, было приурочено к 72-й годовщине легендарного парада 7 ноября 1941 года, ставшего началом будущих побед Великой Отечественной войны. За маршем, который проходит на Красной площади, уже 11 лет подряд наблюдали 8 тысяч специально приглашенных гостей. В почетных рядах, конечно же, фронтовики. Сейчас в Москве проживают всего 57 участников легендарного парада. Парад 1941 года длился всего 15 минут. Многие подразделения прямо с Красной площади отправлялись на фронт. Российский пилотируемый корабль «Союз ТМА-11М», стартовавший сегодня к Международной космической станции с Байконура, вышел на расчетную орбиту. На борту «Союза» экипаж экспедиции в составе космонавта Роскосмоса Михаила Тюрина, астронавта НАСА Ричарда Мастракио и астронавта японского космического агентства «Джакса» Каити Ваката. Экипаж доставит на орбиту факел «Сочи-2014», один из главных символов зимних Олимпийских игр. По соображениям безопасности, факел не будет гореть, когда он находится на борту космической станции. Кстати, до этого олимпийский факел был в космосе всего один раз, в 1996 году, на борту американского космического шаттла «Атлантис» перед Олимпиадой в Атланте. Папа Римский Франциск зажег факел 26-й Всемирной Зимней Универсиады, которая пройдет с 11 по 21 декабря в Северной Итальянской области Третино-Альто-Адиджа. Торжественная церемония состоялась перед началом традиционной коллективной аудиенции на площади Святого Петра, где собрались свыше 50 тысяч паломников. Этим символическим жестом понтифик благословил предстоящий спортивный студенческий праздник, в котором, как ожидается, примут участие 3,5 тысячи юношей и девушек из 61 страны мира. В Объединенных Арабских Эмиратах во вторник открылся крупнейший на Ближнем Востоке автосалон «Дубай Интернешнл Моторшоу-2013». В этом году ведущие мировые производители представили более 700 автомобилей и мотоциклов, в том числе 55 премьерных моделей, а участниками автомобильного праздника стали 150 компаний из 30 стран. Выставку проводит местная компания, принадлежащая семье крупнейших эмиратских миллиардеров. Кстати, любую из машин можно приобрести. В частности, можно прицениться к Lamborghini Aventador, стоимостью в 7,5 миллионов долларов. Такая высокая цена обусловлена применением отделочных материалов, среди которых золото, бриллианты и даже платина. Или еще к одной новинке – самому быстрому автомобилю в мире. «Девиль Сикстин» может развивать скорость 560 км в час. Разогнаться до 100 км в час на такой машине можно за 1,6 секунды. Компания уже принимает заявки от желающих приобрести этот автомобиль, стоимость которого составит 1,4 миллиона долларов. Рыбки-роботы, летающие феи и высокотехнологичные гаджеты. В этом рождественском сезоне станут хитами продаж, по крайней мере, в Великобритании. Здесь, в преддверии новогодних праздников, обнародовали десятку самых ожидаемых новинок в мире игрушек и позволили детям с ними поиграть. Отбор проводила жюри, состоящая из уважаемых экспертов в этой области. Ожидаемые хиты – летающая фея и щенок-робот по кличке Текстер, который умеет отзываться на команды и жесты рук, и даже делать сальто. Впрочем, как считают эксперты, на первое место все же выходят высокие технологии. По их мнению, наибольшим спросом среди детей все больше будут пользоваться планшетные компьютеры. Смотрите каждый час обзор главных мировых новостей в программе «День за 100 секунд» на телеканале «Новая Одесса».